В Божественном Писании много слов, но не все слова равнозначны. Есть слова знаковые, опорные, в разных сочетаниях с разной смысловой нагрузкой, повторяющиеся на всем протяжении священных текстов. Например, слово «свет» с разным смыслом. Это слово является то именем Божиим, то торжественным похвальным именованием Божественных слов, Закона, Писания или в других оттенках выражаются и используются в разных местах Библии. Одним из таких же слов является слово «камень». Это имя Христова, ибо Христос есть камень краеугольный, отвергнутый строителями и ставший во главу угла. Это имя Верховного Апостола, которого звали до апостольства Симон, а сам Господь дал ему имя Петер, что означает «камень». «Из камней Господь может создать детей Аврааму», — говорил Айн Претеча, лукавым и хитрым фарисеям, приходившим его послушать. «Камни кладут евреи на могилы своих родных, а не цветы, в знак того, что когда-то они путешествовали по пустыне». Вот и Псалом 39 говорит о камне как о твердыне, как о символе могущества верующего человека. «Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, и извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». В данном случае твердый камень, на котором твердые и прочно стали стопы пророка, это противоположность страшному рву и тинистому болоту, некие символы искушений и греховных бездн, угрожающих человеку. Так начинается Псалом 39 с благодарности за то, что Господь извлек Давида из глубокого рва. Вообще Псалом сей мессианский, он говорит нам о Христе. И вот в каких словах. «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши, все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал». В этих словах, еще во времена принесения законных ветхозаветных жертв, закалывания жертвных животных, сжигания их на жертвенники, и Давид уже пророчески говорит о том, что всего этого Богу не нужно. Наступит время, когда жертвы отменятся. По сути, это предвещание христовых слов и впоследствии предвосхищение богословия святого апостола Павла. Что же дальше? «Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить твою волю, Божий мой, и закон твой у меня в сердце». Кто это говорит? «Тогда я сказал, я иду» – это слова Сына Божия, который был послан Отцом в мир, и на это изъявил согласие еще задолго до своего воплощения. То есть готовил мировую историю к тому священному моменту, когда бы Господь вмешался в нашу историю, вошел в плоти и кровь этого мира и стал человеком. «Тогда я сказал, вот иду». В свитке книжном написано о мне. В славянском тексте слова считаются так – «в главизне книжной написано о мне». В привычном книге были неизвестны. У евреев их священные письмена свивались в свитке, а сверху увенчивались такой короной или шишечкой. Это была главизна книжная. В главизне книжной написано о мне, означает, что весь свиток божественных письмен таинственно говорит о Христе и о деле спасения мира, которое он готовил издавна. «Благовести их правду в церкви велиции, все уснам моим не возбраню, Господи, ты разумел, если правду твою не скрыв в сердце моим, истину твою спасение твое рех, не скрыв милость твою и истину твою от сонного много». В некоторых словах Псалма мы узнаем Мессию страдающим. «Окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их боли, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Христос страдал за невыносимо огромное количество грехов всех людей, за ведомые и неведомые, знаемые и забытые, за тайные и явные беззакония всех детей Адама. И в данном случае пророк предчувствует будущие искупительные страдания. Как будто кораблик на волнах, качается мысль и чувство молящегося Давида. Псалм начинается с мажорных нот, с благодарности за избавление от страшного рва, потом переходит к нотам минорным, к зрению бесчисленных злодеяний и беззаконий, а потом вновь вскидывается на гребень волны и приходит опять к мажорным, к радостным нотам. Да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя и любящие спасение твое. Да говорят непрестанно, велик Господь. Такая и жизнь наша, братья и сестры. То скорбь, то печаль, то опять скорбь, то опять печаль. И все это должно быть заквашено молитвой, осолено молитвой, для того, чтобы жизнь наша была не бессмысленна, как путешествие перекати поле по широкому столу какой-то степи, но чтобы она была осознанна и была путем разумным, ведущим жизнь вечную. Мы встречались с вами возле Псалма 39 в Саду Божественных Песен и прощаемся до скорых встреч в этом же саду, который никогда не вянет и никогда не перестает приносить плоды. Псалма 39 в Саду Божественных Песен